Всем привет, с вами Тед, и сегодня мы поговорим о зергах, о микрозазергах, какое вообще оно существует, хоть серги и в два раса, но микро все-таки есть, нужно что-то уметь, и вот самые основные моменты, мы сегодня все пройдемся за всех юнитов, которых стоит понимать, уметь микрить. Вот, ну что, наверное, первое самое такое, что начинается, это всегда с ЗВЗ, это микрособачки против бейлинги, когда собачки вот так бегут и разрываются в хлам от пары бейнов, и вам становится грустно, что вы выбрали зерга и играете вообще зеркалку, вот, как этого, собственно, не допускать. Все очень просто, надо уметь пользоваться шифтом, надо уметь внизу на командной карте, где выбраны наши юниты, нажимать shift и прокликивать их, таким образом они уходят из контрольной группы, получается, вы просто нажимаете оклик, прожимаете два раза, например, и нажимаете назад. Таким образом, просто вы буквально парой собак можете переконтроливать. Альтернативный способ это полный переконтроль группы, это если вы, к примеру, сами вручную до замеса убираете одну собачку, например, из контрольной группы, и прожимаете оклик, бежите до самого конца, и в самый последний момент разворачиваетесь. Вот это более жесткий трюк, на самом деле, вот, также легко сделать, к примеру, если у вас есть свободные контрольные группы, обычно их нету, обычно на двоечке ваши бейлинги или еще кто-то, можно вот выбрать контрольную группу, любую собачку и нажать alt 2, то есть она сразу же варуется, она у вас вот здесь может там еще вот так вот завернуться, если вам зачем-то это надо. То есть уметь пользоваться шифтом в контрольных группах очень круто, так вы сможете легко драться за зерлингов. Собственно, вот это основное микро за зерлингов, которые вам понадобятся. Вот, еще есть трюков, наверное, прикольных, в принципе, мало юзабельный, но он как бы есть, поэтому почему бы его не пройти, что вы можете закапываться-выкапываться, как и, собственно, это делают сталкеры. Вот, единственное, что, ну, редко это прям приносит действительно какие-то, так сказать, дивиденды в вашу сторону, но все-таки в какой-то момент можно увернуться и от атаки, и тогда у вас все будет неплохо. Вот, что реально крутое за зерлингов, что нужно понимать в плане микро, это, наверное, рабочие против, к примеру, юнитов протаса, да, то есть вот у нас будет протас, идти пятью зелками на нашу там двух квин, к примеру, вот наша пачка рабочих. Рабочие, которые окружили ваших квин, вы именно прожимаете холд позишн, и, собственно, они будут их спасать, да, вот эту, наверное, сейчас не сможем окружить, не хватит юнитов, не, хватило. Вот, делки будут бежать, они не будут находить путь, если соперник их хоть не контролирует, вы как бы просто-напросто выиграете этот бой, то есть рабочие на холде, напоминаю, холд позишн, команда, да, удерживать позицию, квины просто стоят, либо тоже на холде дерутся, вот, то есть чтобы пробить эту штуку зелками, надо индивидуально пробить дрона, пока они его убивают, они находят путь к квине, надо убить еще одного, ну и, короче, вот как-то так это все происходит. Полезная вещь, работает, ну, против любых ближних юнитов, также важно еще, наверное, понимать из этого же серии, как работают рабочие, опять же, они, если они в режиме атаки, они провоцируют их атаковать, как ближнюю цель, да, то есть если мы всем пойдем в атаку, то адепты будут бить рабочих, ну, если рабочими мы внезапно нажимаем холд позишн, адепты будут пытаться бить квины, и нажимая атака холд, мы можем провоцировать адептов, ну, на какие-то глупости, вот, в принципе, такой полезный трюк, иногда во время того, как вы понимаете, что ваших рабочих сейчас всех поубивают, вот так вот адепты, ими нажать на холд, и, возможно, спастись. Вот, из важных еще моментов, в принципе, зазерга, рэпид фаер, напомню, наверное, да, он прям хорош, особенно у кастеров, если не настроили, настройте обязательно, в первых роликах я об этом говорил, что он дает, ну, дает вам возможность скиллы ваши прокидывать, при этом не нажимая правильную цель, то есть, если мне нужно кинуть какой-то скилл, к примеру, невральный паразит, я должен нажать кнопочку E, в моем случае, выбрать сталкера, и кликнуть на него, но если он отошел, я промазал, я не кликнул, и надо целиться на следующего, а он двигается, это тяжело, то есть, в моем случае, я просто держу кнопку E, и вот так вот получается невральный паразит максимальный, то есть, я просто ее держу, вожу по экрану, и все кастуется, это используется, вот как раз таки, для такой ситуации, это используется для ситуации, когда у нас, мы открылись там, 30 квин, например, и в одного ультрала, и нам надо меситься с зелками, то ультрал стоит там на халде, зелки его месят, и квины держим просто трансфузу, и трансфуза вот так вот просто держит максимально живого ультрала, то есть, он вообще у нас не получает, как будто урона, вот начали получать квины, я продолжаю просто возить по экрану, и спокойно, как бы, выживать эту ситуацию, ну, естественно, она и так победима, но и о сути, я думаю, вы уловили два микроприема, и, естественно, вот в этом моменте это супер важно, то есть, вы можете использовать рэпид файр, рэвагерами, к примеру, иногда вы так откидываетесь от соперника, чтобы он отошел точечно, а потом видите, что он в какой-то месте собрался неудачно, и вы просто вот так вот делаете, и получается полнейший залп, то есть, круто так иметь рэпид файр настроенный, чтобы делать вот такие залпы, вот, также это может быть какой-то залп, который, к примеру, соперник не уловил, он думает, что там один залп, а там на самом деле прилетает 20 фаербол, то есть, если он не видел рэвагеров, он такой смотрит на экран, видит одну точку, а там на самом деле 10 точек в одном месте, ну и все, так, бах, все пропадает, в этой штуке работает, то же самое со стрекозами, собственно, с грибами этого не надо, вот, и что самое главное за зерго, наверное, нужно уметь еще, это нужно уметь, к примеру, три тора у нас будет давать 15 моталей, если мы просто нажмем, к примеру, оклик, 15 моталей наши летят, 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 ой-ой-ой-ой-ой, у них все вроде бы было бы хорошо, но они подлетели, застакались, получили сплэша, сейчас посмотрим, кто выиграет, интересно, именно бой, где вот моталейские не выиграют, в принципе, тут, наверное, тоже очень зависит от того, как они нападут, если будут пытаться напасть на тора, вообще сплэша она получает, воздыхает, да, наверное, надо чуть меньше моталей, в чем суть, в том, что все воздушные юниты, они имеют такое свойство стакаться, да, то есть, когда вы нажимаете под них, они в одну точку сбереваются, и если это архон, если это тор, то есть, какие-то юниты, которые сплэшем бьют по воздуху, вы вот так можете потерять весь свой стак просто за секунду, то есть, тут все понятно, если вы нажали оклик, вроде бы они летят все с разных сторон, но когда они подлетают к первому тору, они все равно сгребаются в одну кучу, и вот здесь вот они получают много сплэша, и, естественно, такой бой, ну, выиграть просто невозможно, как минимум кажется, да, что это сделать невозможно, но на самом деле это возможно, главное нажать Move команду за торов, и нажать Hold Position в момент, когда они вот сюда подлетят, тогда они ни разу не застакиваются, как видите, все юниты распределены, и, собственно, в такой позиционочке вам хватит мощей, чтобы убить торов, не просто там, ну, как бы, типа, выжив, да, ну, посмотрите, 8 моталей осталось, да, из 12, там, 4 юнита потеряли, 4 моталя на 3 тора потерялось, вот, то есть, такая вот история, это важный скилл, это, в принципе, полезный скилл за воздушных юнитов, и что самое главное, это, в принципе, какая-то позиционка, то есть, как вы обычно умираете за зерга, сейчас создадим такие равные армии, немножко, еще чуть-чуть мародеров, вот, то есть, к вам приходит Теран, у вас где-то здесь там стоит хата, допустим, здесь стоят танки, и вы идете его пытаться убить, и, соответственно, вы умираете, да, сколько раз вы умирали за зерга, примерно по такому сценарию, я уверен, какое-то количество раз точно умирали, вот, а все почему, потому что, ну, зерк работает немножко не так, зерк имеет в своем распоряжении самый лучший контроль карты, вы видите, в принципе, кто, откуда, к вам, как приходит, и самое основное, понять, 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 куда соперник идет, куда он атакует, и, почему у него такой рейндж огромный, сейчас мы сделаем еще раз, и правильно выйти в начало боя, то есть, в правильных позициях атаковать, представьте, если вот сейчас вся вот эта вот ерунда, то, в принципе, самое основное задержание, что нужно реально делать, понимать, уметь, идет всей своей толпой и атакует, и как только она подходит к танкам, вся вот эта вот линия получает три залпа, и ваши юниты, у которых мало жизни, они просто отваливаются, естественно, это все грустно, это печально, и так это, ну, как бы не работает, чтобы, собственно, этого избежать, вам нужно пользоваться вашим преимуществом, это скоростью зерга, и поделить армию на несколько групп, с одной стороны, допустим, со второй стороны напасть, и вот таким образом, собственно, вы можете действительно напасть на террано, и у вас будет шанс нормально его пробить, выбить с его атаки, много кто еще спрашивает, окей, как мне правильно напасть, нужно ли добавить их в три контрольные группы, ну, нет, не нужно, вы управляете, управляете, усложняете все это вот этими всякими ненужностями, вам нужны контрольные группы для чего? Первая контрольная группа, это вся армия боевая, вторая группа, к примеру, спецотряд, да, какая-то небольшая группа зерлингов, которая пойдет забегать к террано там или протасу, ну, то есть протас, прям, так же работает, вот, поэтому у вас вот это все, это же основная армия, а не три группировки каких-то, то есть вы ими просто наберете, один наклик нажимаете и готово, вот, то есть один наклик, и как бы в прошлый бой был проигран вообще, как бы в полнейший фарш, то есть это, скорее всего, Тоша, почему, потому что зерга нас просто мало достаточно, все мы знаем, что зерга обычно, ну, побольше в реальных условиях, но суть, я думаю, ясна, это правильно именно engagement, да, то есть правильное принятие боя. Зерга, вот, допустим, что там на 20 лимита больше, если мы пойдем просто атаковать, вот, все это сложилось, и там даже поздно танки сложились, на, термины тут выиграют, но не суть, вот, важно, важно, что вы поняли все эти фишечки, и ставьте, опять же, колокольчик, потому что скоро будем разбирать все матчапы зергов, то есть зерг против термина, против Тоса, и против зерга, естественно, вот, и, собственно, если это видео вы смотрите уже чуть-чуть в будущем, от того, как оно вышло, то вы увидите в конце ролика ссылочку на следующее видео, вот, а с вами был Тед, до новых встреч! Спасибо за ваши лайки и комментарии, напоминаю, что эта серия, это часть обучающей программы из 10 шагов, вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию, с вами был Тед.